всех приветствую ребятушки доброе утречка время уже у нас почти 10 утра ну поскольку сегодня воскресенье 14 мая то мы позволили себе подольше поспать ну как подольше поспать все это мы проснулись в 7 утра я лежала с барсиком где-то часов до 9 мы то засыпали то просыпались я его гладила рассказывала ему там разные истории потому что мой котик очень сильно по мне соскучился хотела показать магнолия старые ну как старые первые цветочки которые были на магнолии они уже цвели вот остались такие штучки и тут открываются новые так что те доброжелатели которые нам говорили зачем вы ее купили зачем вы ее посадили она два-три дня подсветет вся осыпется и все и потом целый год стоит ну просто как бы пустые палочки ничего подобного так что ребята если вы хотите что-то себе посадить сажайте никого не слушайте главное посадить это с любовью с добротой с добрым словом как сделали это мы с милошем и она нас радует и радует в апреле начала у нас цвести и вот уже у нас скоро май закончится на нем не закончится половина мая уже прошла она по-прежнему у нас цветет и листочки прям пустила мы ее обожаем просто с милошем просто обожаем вот это не знаю что это будет листочек наверное листочек будет вряд ли что цветочек красоточка наша еще как желтая зацветет боже красота какая у нас будет на подворку но самое важное это то что мы и правильно посадили она у нас в полу тени видите дома и и закрывают то есть она не на солнцепёке и не совсем в тени а в полу тени я вообще взяла расческу я пока делала себе кофе то все то мои котики куда-то убежали а я хотела с ними посидеть на улице и по вычесывать их пойду я найду своих гавриков скучают очень сильно очень скучать из-за того что я не успеваю всем время уделять прям вообще мы сегодня с барсиком лежали он и мурчал и так и сяк и обнимает меня и целует он вчера бегал не знаю что случилось глазик у него потек я ему закапала на ночь капельками глазик он так меня благодарил все-таки вот притуляшки они у меня еще тем я вообще не представляю если бы я так вот ездила каждый день на работу они бы наверно с рук у меня не слазили полчаса хожу ору сказала подожди кофе сделаю почухаю тебя пошел по соседям пойдем расчесываться будешь ложись давай давай мой сладкий давай удобно тебя и снимать и расчесывать неудобно тебя ты болваный болваный что это за стрекоза такая тут лазит давай вычухиваться будем будем вычухиваться давай нравится тебе это расчесочка я знаю барсюша конечно сильно не почухаешь ему нравится сам процесс да сам процесс тебе нравится расчесать к тебе это нравится дом раньше барсик у нас не любил вообще расчесываться его все расчески раздражали потому что они все царапали его драли а вот это вот классная расческа это милаш заказывал на сайте интернет-магазин зоу плюс называется там он покупает его корм и всякие игрушки любит милаш его сбаловать покупать вам всякие вкусняшки лакомства шампуньки расчески как птички поют как птички поют мы сегодня с барсюшей открыли окошко всем утра лежали с ним болтали птичек слушали пошел пошел хозяин пойду второго своего гаврика позову боню конечно больше придется вычесывать все ты на солнышке лежишь загораешь загорать будешь пойду боньку позову шерсть твоя пойду боньку позову ты боишься? ты боишься Масечка не бойся пойди посмотри где улитка где улитка смотри Коша Нина ее в руки взяла выкинь как она улитка даже не боится даже не спрятывается да они у нас тут ручные особенно вот те большие на заднем дворе смотри смотри у Ниночки улитка на руке смотри ну куда ты за меня прячешься страшная улитка что ты за меня прячешься я тоже не узнаю надо иди сюда иди 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 улитка иди иди Я вижу, тебе нравятся все эти улитки. Я вижу, тебе нравятся все эти улитки. Я вижу, тебе нравятся все эти улитки. Так, у меня уже практически все готово. Сейчас накроем стол на улице. Правда, конечно, ветер опять поднялся. Это не радует нас. Я так по-домашнему голову помыла, не сушила, волосы не выпрямляла. Просто немножко так присобрала и оставила распущенной, потому что эта шишка у меня так и не проходит. И, честно говоря, не очень приятно себя чувствую. А по поводу крема, который я вчера купила с SPF, очень мне понравился. Там буквально надо маленькая капелька. И хватает, чтобы намазать все лицо и прекрасно себя чувствую. Пришла посмотреть на втором этаже, где мои котики, что делают они. Так, один ребенок тут спит, растянулся и спит. Бонечка. А второй ребенок опять куда-то у меня убежал. Надо пойти посмотреть, может он на первом этаже где-то спит. Просто мы временно освободили свою комнату. Ну, я имею в виду я с котами. И, ну, чтобы удобно было гостям. И котам это очень сильно не нравится, потому что они привыкли к своему месту. И сейчас постоянно они как бы дуются, злятся, прячутся. Ну, хотя днем они привыкли спать на втором этаже, потому что там солнышко. Сейчас Барсюшу надо найти. Опять где-то гуляет. Продолжение следует... Дорогие гости, прошу всех к столу. Овощи, гриль, спаржа, цукини, грибочки, перец, рулька запеченная в фирменном ольгушином соусе. Здесь у нас лучок, укропчик, петрушечка, помидорчики, лимончик, огурчик, редисочка. Все вкусненькое, все домашнее. Ой, у меня уже слюнки текут. Да, Барсюлька? Немножко дождик поморосил у нас. Всем приятного аппетита. Так, коханный? Такие, смешные. Тебе подобается? Ну, чудесно. Апетичные, наверное. Вы уже голодные, заждались, пока я приготовлю. Я тут обещаю твою ножку. Крылышки, крылышки. А, ну да, ты ж крылышки кушал. Ну, все, давайте кушать. Ниночка такая смешная. Только что завершили трансляцию. У нее столько эмоций. Она так переживала. Так волновалась. Она говорит, так мало людей тебя смотрят. Это то и все. Ребята, спасибо вам огромное еще раз за трансляцию. Для меня вы умнички. Смотрите, кто бизит? Кто бизит ко мне? Мой сладкий котик. Спрашивали за тебя, да? Наш давний зритель спрашивал за Барсюшу. Помнит, как ты на самолете летел. Все у нас хорошо. Мы живем и радуемся жизни, да? Барсюша. Получаем все от жизни. Да? Ой, ты мой сладкий. Ой, ты мой сладкий. Куда ты пошел? Пошел гулять. Гуляет. Целыми днями гуляет на улице. Фух. Я, честно говоря, немножко тоже что-то так распереживалась. Я просто... Мы пошли в эту комнату сели и не додумалась открыть окно. А там реально комнатка маленькая, очень душно. Ну, у нас вообще сегодня такой день, духота, потому что то парит, то маленький такой дождик поморосил. На самом деле очень душно, очень жарко. Давайте я вам покажу наши цветочки. Ой, господи. Сосед испугал. Тут у меня тюльпашки пооткрывались желтенькие. Здесь вот такие. Их пионы позакрывали. Ой. А тут скоро распустится вот это дерево. Оно безумно красиво. Такие прям сиреневые цветочки. Вот уже, видите, появляются. А мне надо сейчас по делам еще съездить. Время уже 8 часов вечера. Сейчас Барсюшу домой загоню. И не знаю даже, что здесь делать. Кого ты там ловишь? Думаю, может приехать, пока еще не темно. Быстренько побрызгать деревья, пока ветра нет. Собака там бежит. Барся на собаку смотрит. Ладно, ребятушки, буду я Барсика домой заводить. Да поеду быстренько, съезжу по делам. И вернусь домой. Может что-то еще успею сделать на улице. Пойдем, пойдем домой. Все. На этом все. Папа-бузячки. И до новых встреч на моем канале. Папа. Помешалочка есть тут? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ой, красота. Продолжение следует... Смотрите, какая красота у меня. Пойдемте. Какая красота, как пахнет. Боже, как я хотела стерили. Аромат и запах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok